Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ведущий Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Детям и молодым людям с серьёзными нарушениями здоровья помогает слепая певица. И я очень хочу, чтобы люди жили с Богом. А с Богом они могут жить только, когда у них есть храм. Чтобы люди обездоленные чувствовали, ощущали семью. Добрые дела сближают самых разных людей. Давай, Сапушка, как зовут? Для кого писать? Лёша Чумаков. Лёша Чумаков. О себе, своей семье, своём творчестве и о том, почему он начал заниматься благотворительностью, рассказывает известный рок-музыкант. Смотрите прямо сейчас. Сегодня в нашей студии известный российский рок-музыкант, поэт, композитор Сергей Галанин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владимир. Галанин Сергей Юрьевич. Родился в год полёта Юрия Гагарина в 1961 году в семье инженера-экономиста водного транспорта и музыкального работника. Музыкой увлекается с раннего детства. Однако вначале пошёл по стопам отца и окончил Московский институт инженеров транспорта, факультет, мосты и тоннели. После окончания института работал три года по распределению в Московском метрострое. Параллельно не бросал заниматься музыкой. Заочно окончил Липецкое областное культпросветучилище по специальности оркестровое дирижирование. В 1985 году вместе со своим одноклассником Гариком Сукачёвым участвовал в создании знаменитой группы «Бригада С». После её распуска в 1993 году выступал сольно, затем создал группу «Серьга». Женат, имеет двух сыновей – Павла и Тимофея. Сергей, вот довольно часто ваше имя упоминается при проведении различных благотворительных акций. Вот расскажите, как вы к этому пришли. На самом деле, конечно, секретов нет, я просто об этом не всегда говорю, но не всё же деньги зарабатывать. Иногда надо и, ну, когда ты доверяешь людям, приехать и поиграть. А что может быть приятнее – поиграть для детей, например? Ну, это же вообще самая благодарная публика. Если ты умеешь как бы так завладеть её вниманием, войти в круг друзей хотя бы на этот вечер, то это вообще очень здорово. Это очень помогает жить самому мне. Позавчера я ездил к ребятам, которые борются с наркозависимостью. То есть я, если свободен, по мере сил, по мере силы и просто вот, если здоров и, кажется, есть свободное время, то всегда готов. Часто вам приходится с людьми вот на колясках там с ДЦП общаться? Это вот всё дело в своё время Гоши Куцинка. Тоже, так сказать, честь ему и хвала. И как-то я был в одном детском саду, его таком подшефном, который как раз по ДЦП специализируется. Там уже детишки, которые выпускаются уже дальше, уже в школу им идти пора. Мы там создали тут же, пришли все воспитатели, оркестр, тут же был создан оркестр по ходу дела. Я, как говорится, в силу того, что и память достаточно хорошая, и в детстве мультики смотрел, всё это дело очень люблю, знаю достаточное количество детских песен. И мы тут же нашли общий язык, дети тут же начали играть на подручных инструментах, потому что у них какие-то там вот эти пластмассовые саксофончики, ксилофончики, барабанчики. Один товарищ ко мне после концерта, так сказать, подошёл с серьёзным вопросом и говорит, он так смотрит на меня, а ему, значит, лет шесть. И он так говорит, а вот у вас это ведь гитара. Я говорю, гитара. А вот скажите, а вот как в ней формируется звук? И я взялся за голову, думаю, как же ответить-то? Ну и вот, но потом стал честно отвечать, показал, что к чему, показал, откуда берётся электрический сигнал, или для чего нужна вот эта дырочка в небольшом этом корпусе, в деке. Мы с ним очень хорошо поговорили. С ними очень легко общаться, они очень полны жизни. Рок, как образ жизни, это, конечно же, гитары, толпы поклонников, брутальные образы. Но ещё благотворительные концерты, рок-фестивали и марафоны. Потому что рок, как образ жизни, это значит, надо помогать тем, кто слабее тебя и кто нуждается в твоей поддержке. Каждый благотворительный шаг, это для нас очень такой, некий такой особенно трепетный концерт, где мы с удовольствием играем и никогда не заморачиваемся о том, что это вот так вот просто. Это лучшее, это то, что даёт и правильно, ну как бы надежду всем. Тем более в наше такое, очень такое простое время, кризисное. Музыкант Сергей Галанин участвует во многих благотворительных акциях. Он сотрудничает с фондом «Подари жизнь» с благотворительным фондом Гоши Куценко. Решающим является доверие к организатору. Очень важно, чтобы деньги, собранные на акциях, обязательно пришли по назначению. Хочется надеяться, что честные люди доведут до конца то, что задумали. Концерт – это тоже неплохо. То, что мы встретимся с детьми, это тоже очень важно. Поверьте, особенно детям, которые сами по себе тоже хотят быть очень полезными, очень нужными и очень творческими для река внутри всех. Но в этом смысле хочется их зарядить положительной энергией. Но это одно дело. А если ещё и при этом какие-то деньги удастся заработать для реабилитации, то я считаю вообще здорово. На одном из таких благотворительных концертов открытой площадкой стала территория 18-й детской психоневрологической больницы. Здесь проходят реабилитацию дети с детским церебральным параличом. Главный врач Татьяна Батышева сказала, ДЦП – это не приговор, это испытание, которое можно преодолеть. И когда музыканты объединяются, чтобы поддержать детей, веришь, что вместе мы преодолеем. Очень много сейчас именно актёров занимаются благотворительными акциями. И это, наверное, правильно, потому что люди в вашей профессии, во-первых, пользуются большим авторитетом, по крайней мере, участием общества. Ну, там понятно, что кто-то любит рок-музыку, кто-то любит попсу, может быть, кто-то там ещё какие-то классическую музыку. Но, тем не менее, всё-таки очень большие слои нашего населения очень уважительно относятся. И люди такие медийные, как вы, участвуя в таких акциях, они своим примером показывают другим людям, что надо жить как-то всем вместе, и нельзя закрывать глаза на ту боль и страдания, возможно, которые в этом мире присутствуют. Конечно, привлечь внимание – это наиболее важная задача, тем более сейчас, когда с деньгами тяжело. Попробуй сейчас вот так вот найди какого-то доброго мецената. Вот именно сегодняшний день я рассматриваю. Поэтому надежда больше, наверное, на какие-то государственные программы. Хотя мир не без добрых людей, в общем-то. Но зачастую людям даже больше нужна не финансовая поддержка, а внимание, как-то добрые отношения, разговор на равных. Да, здесь очень просто. Здесь мне как раз-то очень просто, потому что я, если приезжаю, то я, в общем, как так, ну, достаточно быстро нахожу общий язык, если не с детьми. Потому что бывает же так, что дети там совсем маленькие. Тогда мы общаемся с родителями. Потому что я считаю, что, конечно, родителей тоже в этом смысле надо поддерживать. У них каждый день такая сложная борьба. У меня-то каждый день сложная борьба. И с самим собой, и со всем, что меня окружает. А я представляю, насколько серьезней и тяжелее борьба вот у родителей, вот, например, детей, у которых ДЦП. Но я говорю, что вот я, во всяком случае, на таких встречах, куда я приезжаю, не встречал, слава богу, не встречал вот людей с глазами какими-то потухшими. Скажите, ну вот еще одна большая... Она, кстати, была вот на Новый год. На ВДНХ каждый раз. Есть тоже один благотворительный фонд. Тут надо еще, конечно, доверять. Ведь не все фонды знаешь. И кто знает, что там за люди... Может, деньги, когда-то заработают. Да, да, непонятно. А здесь мои друзья. Я с ними давно уже, так сказать. Мы с ними уже не первый год, а, я скажу, больше пяти лет уже общаемся. Раньше мы больше ездили в какие-то... В больницы конко-детям, конко-больным детям. А сейчас вот они именно переключились на ДЦП в основном. И вот на Новый год, как обычно, на ВДНХ, надо дать должное спасибо администрации ВДНХ, они выделяют каждый раз бесплатно некое здание, такое а-ля старый дом культуры. И вот там елка, настоящая елка. Со всеми, как говорится, пирогами, Дедами Морозами. Ну и немного песнями. Во время новогодних и рождественских праздников, как правило, проводится множество благотворительных мероприятий для взрослых и детей. Одно из них прошло в интерактивном театре Деарт. На него были приглашены подопечные благотворительных фондов «Луч веры», «Подари жизнь», фонда помощи детям сотрудников МВД, «Обществ Копчег» и «Единая семья». Это дети из малообеспеченных семей, дети из онкологического диспансера, то есть люди, которые, к сожалению, не в состоянии себе позволить пойти на такой праздник, но люди постарались, до них организовали. Участники праздника окунулись в атмосферу Японии, смогли примерить доспехи самураев, пострелять из настоящего боевого лука, увидеть оружие японских воинов, узнать тайны настоящей чайной церемонии и посмотреть сказку «Миссия самурая». А еще на праздник приехали звезды нашей эстрады Валерия и Вера Брежнева и звезда Голливуда Стивен Сигал. Пусть в вашей жизни случаются чудеса, но и, конечно, мы хотим пожелать вам самого крепкого и большого здоровья. Пусть оно у вас будет. И чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Ура! Как вы находитесь временно на такие благотворительные мероприятия? Если надо было бы, встала бы и в 7 утра, я, наверное, и спать бы не ложилась, потому что все-таки это благое дело. Детишкам нужна помощь, им нужна поддержка, им нужно наше внимание. Особенно детям, у которых есть проблемы, которые привыкли бороться, которые очень мужественны. Вот судьба обрушила на них вот такое испытание в жизни. Им важно понимать, что они не одни. Положительные эмоции, они очень часто оказывают оздоровительный такой вот эффект. Совершенно точно. Поэтому я очень надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия, после спектакля, после сегодняшнего встреч они пойдут на поправку. Мастер восточно-боевых искусств, обладатель седьмого дана Айкидо Стивен Сигал пожелал заниматься спортом, укреплять дух и бороться с недугами и трудностями. Конечно, многие детки еще не слышали о Стивене и видят этого большого доброго дядю впервые. Но их родители и взрослые гости были в восторге. Если вы видели его бои, даже до сих пор, которые он проводит, они потрясающие. И это очень хороший пример для подражания. Вы себе, когда видите Сигал и чувствуете ребенка? Да, безусловно, потому что это из моего очень далекого прошлого. Я, когда еще сам тренировался, всегда им восхищался. Давай, Санышка, как зовут? Для кого писать? Леша Чумаков. Леша Чумаков. Получив подарки и автографы, участники праздника поспешили на мастер-классы. По экипанию, чайной церемонии, оригами, аниме и каллиграфии. Все выглядели очень довольными. Мне очень понравилось то, что были дети и больные, и здоровые, и не было ограничений. Мне тут понравилось то, что тут было два представления. То, что одно было как бы поучительное для всех детей, а второе было как бы оно такое тоже развлекающее. Вот хочу еще на каллиграфию сходить. Ну, то есть, жить прекрасно. Очень большая проблема, что когда рождается в семье ребенок-инвалид, очень часто отцы оставляют семью. Кто-то, может быть, через год, через два, но, как правило, почему-то мужчины оказываются в этом плане слабее и не выдерживают. Я нашел ответ, как говорится, в самой мудрой книге, потому что из чего сделал в свое время Господь Адама? Из земли, из глины. Поэтому такой он рассыпчатый. А уже Ева была создана из более правильного материала, человеческого, как говорится. Ну, это вот к слову, а так, хотя я видел, когда вот особенно мы ездили в свое время по онкобольницам, все-таки и отцы тоже были с детьми. Мужчина не выдерживает длительной нагрузки, скажем так, вот как у спортсменов, да, есть вот длинные мышцы, есть короткие. Вот у мужика бывает так, что мышца короткая, она потом не выдерживает вот этого. А здесь же все-таки надо настраиваться. Это становится такой твой жизненный путь. И все. И нужно просто уже вот в новой системе координат для себя, нужно жить эту жизнь. У меня такое ощущение, что это такой некий крест, который, конечно, те, кто его несут, у меня прямо к этим людям уважение выше крыши. И поэтому я всегда приезжаю. Мне самому важно с этими людьми пообщаться, потому что я для себя какую-то жизненную энергию получаю от них. Потому что они сильнее меня. Они мудрее меня, сильнее меня. В Москве в Центральном доме художника прошел благотворительный концерт лауреата международных конкурсов певицы и композитора из Белоруссии Ольги Патрий. Отсутствие зрения не мешает ей сочинять стихи, писать музыку и еще помогать нуждающимся. Сегодня она помогает и романаху Мелитону, и его церковной общине, возле которой нашли себе приют сироты с множественными нарушениями развития, собрать деньги на строительство и восстановление трех храмов. И я очень хочу, чтобы люди жили с Богом. А с Богом они могут жить только, когда у них есть храм. Чтобы люди обездоленные чувствовали, ощущали семью. А семья у них может быть только тогда, когда есть такие вот богоугодные люди, верующие, которые могут их приютить. А для того, чтобы их приютить, нужны условия. Нужен какой-то дом, подворье. Ну, то есть что-то нужно. К сожалению, в нашей стране инвалиды, достигшие 18 лет, могут жить либо с родителями дома, либо в интернатах, где далеко не всегда их ждут комфортные условия. Но есть и еще один вариант. Это сельский семейный приют «Благодать», который создал отец Мелитон. Это человек огромного сердца, который дарит свою любовь всем, кто к нему приходит. А в нашем мире людям очень часто не хватает вот этого внимания, вот этой любви. Особенно он расположен, естественно, вот к обездоленным детям, сиротам, детям-инвалидам. И они находят в его приюте то, чего так им не хватает, по сути дела, семейную обстановку и добрые, человеческие, неподдельные отношения. Для тех детей, которые оказались у нас, вот мы видим на протяжении нескольких лет очень большую разницу в их внутреннем мире, в том, как они общаются друг между другом, как они называют людей взрослых, которые о них оказывают заботу мамой и папой. То есть это же ведь очень важно для ребенка, кому-то сказать «мама», если она раньше никогда это не говорила. Радоваться он меня научил. Радоваться, любить жизнь, какая она есть, какой бы она ни была, тяжелой, легкой, и какие бы, если бы не были болезни, это только радость идет. Он мне помогает во всем, отец Милтон, он самый лучший. Я очень давно знакома с отцом Милтону, я очень его люблю и всех его помощников, и поэтому я очень хочу им помочь, а как я могу? Я вот только так могу помочь. А душа кричат, а он сейчас ждет нас. Как вы детей воспитываете в плане доброты, милосердия к ближнему? Говорите ли вы с ними когда-нибудь о том, что существуют такие люди, инвалиды, с различными, может быть, тяжелыми, не очень тяжелыми проблемами, заболеваниями? Ну, старший уже сам все понимает, ему 28, и, в общем, слава богу, он сейчас нашел себя, он и техникой занимается, он сам по себе художник, еще такой дизайнер. Младший, кроме того, что он неплохо учится в школе, он сейчас во французской школе, в седьмом классе, перешел из пятого сразу в седьмой. Мы год в свое время потеряли из-за того, что тоже у нас была некая проблема со здоровьем, и мы этот год вынуждены были. То есть вас тоже коснулось это? Конечно, конечно, потому что младший родился, его в природах немного, так сказать, задушили, если так говорить бытовым таким языком. И сложная была там такая ситуация в природах. Ну, и вот, в конце концов, там какие-то бестные психиатры в нашем районе, где мы раньше жили, на Юго-Востоке, говорили, ну, все, у вас теперь до конца жизни вот эти все дела. Я говорю, вы нас особо так не пугаете вот этими делами, вы лучше дайте практически какие-то, так сказать, советы. Ну, что вы сейчас вот говорите? Это, как говорится, это все наше, родное. Так что мы с этим даже и не спорим там. Ну, и вот, но вот так просто рисовать какую-то картинку, что вот вам надо вставать только на учет, и теперь вам никакие школы там типа не светят. Ну, мы все это выслушали, уехали. Ну, и вот, поступили в интернат, в такой специализированный на Олимпийском проспекте. Спасибо, там все работники очень нам помогли. И он очень быстро заговорил. Потому что он не разговаривал до, там, практически четырех с половиной лет. А я в четыре года уже читал, например. Ну, вот если сравнить, да. Заговорил, потом начал учиться очень хорошо. И в конце концов, все-таки мы его из интерната все-таки забрали. И вот отдали в специализированную школу на улице Достоевского с французским языком, с французским уклоном. Сейчас он замечательно болтает на французском. Играет во французском театре. Он по утрам сейчас ко мне подходит всегда с вопросами о футболе. Он вдруг подсел на футбол, и он знает его шикарно. Я уж ему говорю, Тимофей, может тебе комментатором пойти? Потому что тоже дело хорошее. Разговаривали, что уже здорово. А играть-то сам не пытается? Он пытается. Но здесь немножко, конечно, надо отдать должное. Футбол сложная игра. Он очень хорошо играет в настольный теннис. Когда координация была нарушена, мы его отдали сразу и в секцию карате, и в секцию настольного тенниса. Что очень сильно помогло в приобретении вот этой координации. Потому что он был из серии, когда человек иногда, знаете, как у нас в лагерях, один парень. Нас из-за этого заставляли маршировать на пасу. Один парень, когда мы маршировали, у него левая рука с левой ногой шли. Правая рука вот так, как Буратино. Вот у него была такая же ситуация. И вначале парень, который его тренировал карате, он вот этим именно и занимался. Он не стал обращать внимания ни на какие-то вот эти силовые дела, а больше. Хотя, в общем, там все было в комплексе, но в основном по координации. И я заметил, как через год он стал таким и жилистым, и координация стала. И потом отдали его в теннис, и он очень быстро, так сказать, начал участвовать даже в соревнованиях. За снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетела погреться. Навестить обещала, приснилась на время, чуть душа не пропала, надеясь и веря. Я теряю рассудок на снегу обновленном, меня кто-то осудит за мою отдаленность. Рядом рушатся стены, нет спасения от стужи, боль гуляет по венам, хочет выйти наружу. За снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетела погреться. Навестить обещала, приснилась на время, но душа не пропала, надеясь и веря. За снегами годами мое детское сердце, и туда птица счастья улетела погреться. Соблудилась напрасно, путь обратный забыла, но любовь не угасла, любовь не остыла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей, что бы вы хотели нашим зрителям пожелать? Здоровья, здоровья, никакого уныния. Ну и вот, даже если день какой-то сложный выпадает, не забывайте, что он пройдет. Завтра будет новый день. Поэтому нужно этот день постараться прожить, как говорится, спокойно. Желательно сделать какое-нибудь доброе дело. А доброе дело, не обязательно, чтобы оно было такое... Масштабное. Да, не обязательно масштабное. Оно может быть совершенно небольшим каким-то. Каким-то небольшим. Но, так сказать, вот сделать что-то такое доброе, полезное, это всегда возвращается. Это очень важно. И что самое главное, что со временем начинаешь понимать, что когда ты делаешь людям что-то такое, от чего у них, как говорится, и радость, и мурашки по коже. Вот, тебе это как-то возвращается, и это даже иногда приятнее, чем если бы ты заработал какие-то большие деньги в этот день. То есть вот это вот общение, оно очень важно. Будьте здоровы, делайте добрые дела, занимайтесь любимым делом, не унывайте, как говорится. Жизнь интересная, интересная штука, но ее бояться не надо. Спасибо огромное, Сергей, что нашли время прийти к нам в студию. Я напоминаю, что в студии программы «Фактор жизни» был известный российский рок-музыкант, поэт, композитор Сергей Галанин. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115 184 Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8495 656 05 91. Электронный адрес «Фактор жизни собачка» Яндекс.ру. Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго, увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин